Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. Представители запрещенной в России организации «Талибан» на переговорах в Москве пообещали российским дипломатам не нарушать границы центрально-азиатских государств. Об этом по итогам встречи сообщает российский МИД. Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны. Талибы также подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в Афганистане путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовны соблюдать права человека, в том числе женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций. На этой неделе США и их союзники завершили вывод войск из Афганистана, где война с их участием продолжалась с 2001 года. «Мы разработали план, по которому мы будем работать удаленно со стороны, и мне кажется, мы будем достаточно полезны. Однако афганцы должны будут сами справиться со своими угрозами с помощью имеющихся у них военно-воздушных сил, которым мы оказываем поддержку». Однако, судя по последствии, сообщением, поддержка американцев оказалась недостаточной. После вывода американских войск группировка «Талибан» начала масштабные наступления и взяла под контроль большую часть территории страны, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном. Российская страна выразила беспокойность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эммали Рахмоном заверил таджикское руководство в том, что Россия готова оказать «Душанбе помощь» в рамках организации договора о коллективной безопасности. Позицию России также подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном». Душанбе объявил мобилизацию из-за растущей угрозы нападения талибов. На укрепление границы будут дополнительно переброшены 20 тысяч резервистов.